Всем доброе утро! Доброе утро! Мы начинаем свое утро в Айнапе, в своих апартаментах, и приготовим сами себе завтрак. Каждое утро я начинаю с ложечки меда, поэтому здесь мы зашли в местный магазин, и я увидела мед по 20 грамм, и это просто идеально. Взяла три штучки, как раз на неделю хватит, чтобы не заболеть, такая традиция. Чтобы не ходить с утра по кафешкам и не тратить лишние деньги, можно накупить всякой еды и готовить ее здесь, в апартаментах. Вот, например, Руслан сделал себе бутербродики с хамоном, то, чего у нас нет в Москве. Мы купили йогурты, мюсли, это самый вообще питательный и вкусный завтрак. Еще у нас есть сок и какая-то симпатичная булочка, интересно, вкусно или нет. Сегодняшний день проведем вместе с вами. И сейчас за завтраком мы посмотрим, что такого вайнапе можно посмотреть, куда сходить, и покажем все это сегодня. Булочка, с одной стороны, похожа на круассан, а с другой на какой-то бургер, так что с утра буду есть бургер, туда без ничего. Пустота внутри. Обещали мы с карпоном прям с малинкой. Ладно, буду искать дальше. Как тебе, кстати, завтрак? Вкусный. У кого тоже сегодня вкусный завтрак, ставьте лайк. Приятного аппетита. Лежу, я сам придумала. Вот в этом отельчике мы остановились. Такой беленький, в греческом стиле, называется Napa City Apartments. Вот, и так выходишь, и тут красивая дорога ведет к морю. Рядом с отелем растут, наверное, апельсинчики, учитывая их цвет. Вон там нападали. Отличные, да, для местных кошеков. Еще на отдыхе почему-то мне получается рано вставать. Я каждый раз себе говорю, ну, надо пораньше, чтобы побольше успевать за день. Но прям организм, он чувствует, что его привезли на отдых, и он вообще ни в какой не хочет просыпаться раньше или уйти. Поэтому каждый раз, когда мы выходим, уже такое время, что опасно под солнцем находиться. Это да. Поэтому сейчас будем придумывать что-нибудь такое, чтобы сначала погулять, поменьше открытости на теле оставлять, а потом уже, когда чуть-чуть попозже будет, уже можно будет в воду залезть. Пришли на главную площадь Napa, рядом с монастырем. Главной достопримечательностью вот здесь очень много разных барчиков и клубов начинается. Тут уже все это. И днем это все выглядит так пустынно. Два-три человека гуляют, бродят. Мы бы были тут вечером. Все вот это вот кафе, square bar, полностью все в людях. Вот это здание очень красиво светится. Все в ярких цветах. А днем все спят, отсыпаются после бурной ночи. Веселье на 102-е, который идет дома на Клабушке. Но, как мы увидим на остановке, где аквапарк, пойдем смотреть какие-то пляжи. Затем увидеть западную часть Napa и ее красоты. Поехали с нами. Вот мы и приехали, аквапарк. Очень красиво стилизован. Такое все в греческих колоннах. С греческими статуями. А посреди ничего нет. Постоянная дорога. Но в аквапарк мы не собираемся, потому что мы не особо любители экстрима. И всего такого. Пойдем изучать окрестности. В то время, как обычные люди приезжают на пляж Нисси, мы приезжаем на какую-то стройку. Но зато, если бы мы сюда не пришли, мы бы не узнали, что через некоторое время, когда-то все достроят, тут будет очень красиво. Тут вот можно проекты наблюдать. Айна Памарина. Такая масштабнейшая стройка. И явно тут будет очень крутое место для отдыха. Такие огромные валуны тут стоят на протяжении всей дороги. Как думаешь, что это такое? Мне кажется, из этого будет складываться бухту искусственную. То есть, чтобы туда волны не попадали? Чтобы до волны попадали и яхты, чтобы не раскачивало в порту. Вау, прикольно. Кстати, смотри, тут есть люди. Просто мы сюда пошли под знак кирпич и боялись, что тут вообще ничего нас не ждет. Но, как говорится, мы уже не знаем наверняка, нужно все проверять. Но мне радует, что здесь есть хотя бы велосипедист. Кто выдержал испытания стройкой, получает в награду красивую церковь, которая очень очень важна отречествуя. Самое главное, уединенный пляж. Собственно, сюда мы и держали путь. И я, когда увидела стройку, уже запрежевала, что тут все будет в этой стройке. Но, слава богу, самый крутой пляж все равно остался. Пляж называется Святой Феклой. И он, правда, очень уединенный. Потому что, по сравнению с обычным пляжем, тут достаточно мало людей. Достаточно много детей. На самом пляже песочек, но вот видно, что доходишь в воду, а там каменные иглы. И самое крутое тут вот эта цветная церковь, одноименная. И прикольно, что вокруг ничего нет. И получается, что ты как на неопитаемом острове. Но единственное, вот эта вот стройка, это, кстати, уже другая. Тут, видимо, район из-за того, что не населен, на него сейчас вкладывают много средств. И скоро тут будет очень много крутых отелей. Многие советовали на Кипре попробовать кипрский кофе. Я так и думала, что он будет похож на турецкий по виду. Ну, по крайней мере, по количеству и по цвету. Взяли с собой, поэтому нам дали в большом стаканчике. И он где-то на треть наполнен кофе. Пахнет как турецкий, действительно. Такой терпкий, очень насыщенный вкус. Ну, как, наверное, крепкий, как эспрессо. Экспрессо. То, что нам нужно, чтобы смотреться и идти дальше, изучать пляжи. В этом кофе главное не пить осадок, потому что это вообще невкусно. И сразу, ну, портится все впечатление. Самое прикольное, что тут можно вылить осадок, допить до конца. И на чашке можно будет искать предсказания. Как дать на кофейной гоще. Как думать, что нас ждет? Мне кажется, дальняя дорога. Ну, я надеюсь, что нас ждет пляж. Уже заковаривается. Рядом с пляжем Цветовекла, Соконцеркви. Мы обнаружили небольшой садик с кактусами. И вход в какую-то пещеру. С крестом наверху. И мне не нравится, что здесь заботы тапочек. Как будто кто-то зашел, но не вышел. Какие-то мемориальные ленточки. Зато кактусы прикольные. Но мы не могли не зайти. Это ж так интересно. Тут же ждут приключения. Как думаешь, что это? Это часовня, скорее всего. Смотрите. Это вообще анрил какой-то. А здесь еще жарче, чем на улице. Да, здесь душно. И здесь еще больше всего мемориального. Офигеть. Честно говоря, тут жутковато. Кажется, что откуда-нибудь кто-нибудь выпрыгнет. О, боже. Тут столько почему-то очков. Здесь люди записки оставили. Вообще записки, какие-то свои вещи. А там жизнь. Тут даже кто-то растительное масло оставить решил. Жутковато. Но чертовски интересное местечко. Называется, кажется, пещера. О, фекла. Вау. Тут очень ярко. Хоть мы в этом пляже не купались, но он запал в душу. Как очень уж необычно. Тебе понравилось? Как место. Интересное. Тут столько всего в себе таит. Шли-шли-шли, дошли до пляжа Летел Макронисос. Тут прикольная такая табличка. И какие-то личные виллы с немного голыми людьми. Мы вам это не покажем. Ютуб такое не разрешает. Вот первые залии до сюда. От цивилизованного пляжа с большим количеством зонтиков, людей, лежаков. Самое прикольное, что здесь есть питьевая вода. Мы как ослики из пустыни безумно хотим пить. И сейчас просто набросимся на него. На этот фонтан. Добро пожаловать в море цвета бассейна. Боже, вода какая-то нереальна. Давай, проверяй, как водичка. Я приютелся, наверное, мне приют. Да, мы как из баньки сейчас. Мы ждали этого весь день. Руслан заходит в бассейн. Под названием море. Тут очень медленно заходит. Я быстрее окунулась. Я засунула свой телефон в чехол. Потому что в таком цветном море невозможно не попробовать снять под водой. точу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак что можно сказать про этот пляж все идеально приезжайте здесь в октябре идеальная погодка просто вода как парное молоко надо посмотреть страшно что можно обгореть потому что солнце отражается под водой как в бассейне получается просто как зеркало и можно вечером увидеть что вы раки или креветки справа от пляжа макронисос находится какое-то кладбище времен средних веков нет даже до средних веков еще раньше где-то до нашей эры все это было воздвигнуто с посмотрим пока похоже просто на какие-то каменные глыбы но там примерно то точно не могут тоже сказать что-то необычно какие-то 5 катакомбы все еще мы совпадение с мальтой пока 90 процентов кипрского нам кажется похоже на мальтейской там тоже были катакомбы какой-то сегодня день погружения подъемли мы немножко побаиваемся змеи ящериц потому что они тут в таких местах водится активно так что-то кажется застрял вот эти вот все дырки они соединяются внизу здесь просто такой грот какие-то скамеек высечена совсем-совсем низко стоять невозможно тут в середине наш бы здесь за хранением были и смотрите что здесь сверху такой хочешь из пещеры этот летучий мы швейц когда приходит время обеда на летнем курорте хочется выпить холодный кофе но можно и поесть тоже поэтому мы подумали можно зайти в такое местечко которое недалеко от пляжа макронисус немного но лакшери но я думаю один раз можно это такое мы его еще недавно заметили с дороги когда проезжали когда ехали такое на полу нам принесли уже напитки мне вот такой вот большущий проппе очень красивый я еще час не пробовала а на принесли национальное кипрское пиво красиво так пузырики летят у меня такой пляжный серферский вид в этом дорогом заведении но ничего ничего я думаю не к этому готовы учитывая что здесь совсем рядом пляж я им еще немножечко мне кажется под порчу сиденье своим мокрым купальником да выглядит очень пафосно сиденья очень красивые стулья то есть кресло и цены тут тоже соответствующих хотя говоря напитках 2.50 по моему стоил мой пиво вообще 2.10 пиво вообще подороже поэтому лучше приходить сюда именно чтобы напитки купить это конечно совсем не национальное не местное блюдо но что-то иногда хочется такого на самом деле я сильно пожалел что взяла это блюдо потому что оно было из разряда просто жопа слипнись и не разлипнись больше да короче что было жесткое даже почти весь шоколад вот там сверху был белый шоколад шарик мороженого и еще взбитые сливки шоколад просто был растоплен и размазан по вафле соответственно быстро застыл и просто невозможно было съесть столько шоколада мне кажется они положили целую плитку просто на эту вафлю вафлю я съела но все равно было очень сложно потому что на самом деле я решила октяна немножко пожелать денег делать этого конечно лучше не надо особенно на отпуск и жалейте денег не на прежде всех они по отрезке я просто спала сколько мы там наверное было вкусно и не по 3 просто вспоминаешь сколько там туда это потратил на более-менее нормальную еду а тут она стоила все в районе больше 10 евро и думаю ну вот а тут какие-то вафельке стоит 6 евро думаю вроде экономия но с другой стороны потом я на липосакцию можно потратить гораздо больше чем вот эта разница и поэтому лучше жалеть себя думать о себе зрением и не мучиться так потому что после такой вафельки пляж не выдержит почему он его задирает а вот только два похожих остальные совсем разные вот эти два . мальчики он такой милый так надеял встретить маленьких котят это только об основном большую кошку это и я кипр как и вся остальная европа очень спортивные ну так быстро бежит как молодец за ним гонят или он за зонт не заплатил и убегает блин на закате классно бегать классно вообще здесь все идеально вот что-то слишком похоже на рай где подвох не знаешь подвох подвох в том что солнце очень негативно сказывается надеюсь даже на тепло идеальный подвох другого здесь не могло быть и вот еще не успел особо случится полностью закат как мы наконец дошли до поля женисси мне кажется сейчас он немного не такой каким бы мы его встретили днем то что тут какие-то жалкие остатки людей некоторые даже танцуют это приятно вот самое интересное что вот этот остров вообще не сибирь приводится как остров вот собственно говоря он и до него люди идут пешком потому что на этом острове все в одежде то здесь такой перешейк по которому можно пройти особо не замочившись сейчас мы попробуем это сделать нет нет я Удачи! 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 Это какое-то просто нереальное место. Еще попасть сюда в закат, было самой лучшей из наших идей. Хотя мы такого не планировали. Просто на этом можно залипать вечно. Знал-ка, что закат быстро проходит. Некоторые даже купаются. Просто. Я поняла, хотя бы поэтому, почему не Иси так популярен. Но этот перешейк, он супер гениальная идея. Вот такой вот живописный островок дает название пляжу. А посередине этого острова какой-то кинтере галере. Дыра. Непонятно, что там внизу, но точно не море, иначе бы было слышно. Вот, несмотря на то, что уже совсем темно, все равно видно какого анриэльного просто цвета вода. Чумачечья. Это просто нереально. Как красиво. А если остаться на этом острове до ночи и тут заночевать? Будет холодно, наверное. Но зато будет чертовски красиво. Ночь под звездами. Музыка. Музыка. Да. Тут будетички здоров. Я вернусь и молодой стресс. Это курс 오� meditate. А мы по воде идем. Как тебе идется по воде? Молодец. И тут вдруг резко стемнело, и мы снова идем по той же улице, что и утром в этот круг замкнулся. Просто нам нужно было зайти переодетцем, чтобы поужинать все-таки в более приличном месте. Точнее, нет, поужинать в обычном месте, но в приличной одежде. А не как мы это делали дням. Ну и вообще, одной вафелькой ты не наешься за весь день. Поэтому придется все-таки идти ужинать. Так что мы вот все такие приличные едем. Одним пивом не напьешься. Место называется Кота. Вроде бы в букве О тут курочка. Но мы-то понимаем, что тут про Кота. Потому что здесь хранители ступенек лежат. Вот один код. Там второй. Они так вальяжно тут расположились. Явно ждут, когда кто-нибудь что-нибудь не доест и бросит им. Вот тут такое меню. Так необычно открывается. И сегодня я решила попробовать рыбку. Самое прикольное, что тут сидишь и учишь греческий. Мы, наверное, в настоящей греческой тавернии. Сейчас будем учить либо обычный греческий, либо греческий для флирта. Кали спера. Когда я уже начала побаиваться, что мне сегодня принесут еду, я уже думала покуситься на чесночный хлеб. Мне, наконец, принесли. Это треска жареная с картофелем, салатом, прикольным соусом. Тартар, кажется, называется. И еще мне принесли хлеб. Хотя Руслану к его закускам и принесли, и пришлось заказывать. Что такое ты ешь? Что это была? Рыбка? Как по вкусу? Горячая рыбка с соусом тарта. Это божественно. Она прям такая свежая. Я так долго ее ждала. Я чувствовала, что для меня готовили со всей любовью. Очень прикольная, кстати, картошка. Такая хрустящая, как будто она пытается быть похожей на чесночки. Чипсы. Но, слава богу, у нее не до конца это получается. Все-таки это картошка. Все хорошо. А вы бы вынесли вот этот взгляд, пока вы прекрасным образом наслаждаетесь вашим ужином? А тут вот это вот. Вот это кошка добрая. Слава богу, она ушла, потому что это жутковато. И вот наступила ночь, мы снова на этой площади. Как доказательство того, что я говорила в начале этого дня. Куча людей, куча музыки. Очень много света и ярких красок. Надеюсь, вы что-нибудь слышите. Перед тем, как выйти в отель спать, мы заходим в магазин и покупаем на завтрак продукты. Вот, например, кофеек. Что нам нужно купить? Мюсли и йогурт, чтобы завтрак был питательным. И чтобы его легко было приготовить дома. Все, всем спасибо, что были сегодня с нами. Нам было очень приятно разолить этот день с вами. Так что ставьте лайк, если вам понравился такой выпуск. Всем пока-пока, спокойной ночи и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!